всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рей мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так турнирная арена поехали так ну возьмем наверное давай вот этих вот возьму давай крысиный король предположим будет вместе с с рафаэлем вот вместе с рафаэлем 1 2 3 и 3 слабачка у нас будет здесь тоже ребят в команде так ну давай рафаэль у нас ходит первым шустренький так сплинтер упал я думаю что крысиный король на остальные всех уложит банки да отлично все как доктор прописал мы с тобой двигаемся соответственно дальше о да лига мастеров две звезды друзья мои 95 позиция позиция конечно очень как говорится высокая но тем не менее возьмем теперь наверное кожеголового в плюс к нему пойдет наверно зэк две сотки хотя друзья если честно две сотки можно было бы и не брать можно было бы взять одну и например двух восьмидесятников но сейчас посмотрим как у нас получится я надеюсь кожеголову все таки ребят сделает свой кубарь и уложит баньки да все у нас получилось но в принципе не прогадали но у зэка согласись очень слабая атака по 71 74 уровням он не очень сильно бомбит и замедляшка я тебе кстати скажу не особо здесь хорошо у него работает что уже фулка 79 уровне вы чё серьезно что ли я только начал я только начал играть уже все ребят уже ну фулкой ребят я называю врагов потому что у них максимальный уровень это 79 поэтому как бы для меня фулка это сотка а для врагов фулка это 79 и я вообще смотрю у них уже семьдесят уровень а я не думал что и ребята блин я постоянно вот фейлюсь на том что да я лопыхнулся я не увидел этого майки бы я чё-то честно говоря блин забывая постоянно что микелэнджело по приори своей очень быстрый чувак и он всегда есть есть в команде а тем более зиме семьдесят девятого уровня он в любом случае побежит первым и сколько раз играю сколько раз ребята фэлюсь именно на одном и том же блин он взял с удара просто снизу . мне ладно армагон плюс леонардо 1 2 3 здесь я надеюсь у нас все гладко пройдет да там конечно получилось не очень красиво с этим не поспоришь ну давай армагон делай свой супер валун но здравствуйте приплыли троих он оставил понимаешь ли я думал что все все таки упадут но нет не тут то было хорошо двигаемся дальше я думаю что 65 о 58 даже так даже так ну-ка давай ко мне 1724 уж тогда по максималке будем бомбить чё нам там топтаться на месте так до на тыла видение плюс крэнк ну опять же ребята до на тыла он все-таки больше у нас как провокатор у него нет массовых атак он не очень хороший боец честно говоря я даже не знаю насколько он хороший провокатор потому что мы его только недавно ребят в сотку вкачали но крэнк крэнк то великолепен вот я думаю что мне делать ставить его в провокацию или нет а наверное придется и сейчас ты посмотри а ты посмотри чё этот ахламон делает он взял хильнул ой массовая ну и бой у нас получился блин с массовой атаки просто взял зачем я беру блин где есть массовики затейники зачем я в этот поединок беру слабых бойцов скажи мне на милость но нафига так надо было делать слушай я тебе скажу как провокатор этот парень прям хорош вот серьезно тебе он прям вот великолепен он стоит и пофиг ему на все они его не могут пробить уже уже не один как говорится персонаж по нему бомбанул и вот ты видел сколько отняли у него хп но этот бой вообще самый самый паршивый получился потому что у меня всех моих слабочков пробили в общем ребят я вам скажу следующее никогда не берите высокоуровней команды провокаторов почему ну потому что у них нет массовой атаки нету рафаэля да еще можно взять потому что у него есть контратака но вот остальных нет я наверное все таки не рекомендую ребят и всегда берите как можно больше чувачков с массовыми атаками и желательно друзьям и желательно чтобы у них была офигенная скорость потому что вот в этой команде опять же стоит майки вот что ему сейчас взбредет в голову если мы конечно сейчас не уложим баньки у него может быть удар сюрикенами как мы знаем да что очень тоже плохо потому что он если бомбанет на своем 74 уровне или какой там 79 но он опять же положил бы мне всех малышей там хоть провокатор у тебя стоит хоть кто-то все равно ребята он пробьет их поэтому делаем вывод надо всегда брать двух высокоуровневых бойцов с массовыми атаками и соответственно чтобы у них была приличная скорость атаки если инициатива но это я уже говорил ребята это вот раз в игре почему такая фигня получается я не знаю с чем это связано сейчас она прогрузится потому что если ты например фейлишься как это как бы это сказать-то по скорости но что такое так не надо вылетать не понимаю ребят почему так происходит раньше у меня такого не было вот были разные разные всякие там глюки баги но чтобы вот это вот подвисание а потом твою налево опять да опять 25 нет пробьем или нет как ну шредер не справится здесь да ладно справился ну это прям неожиданно как-то для меня не сбился просто смысле что этом говорил-то по поводу ну да ребят короче нужно нужны еще бойцы именно в отряде скоростные я уже неоднократно вам говорил кто у нас по скорости самый не топовый но самый быстрый самый быстро вообще сейчас в данный момент в игре это рафаэль рафаэль ролевой он по-моему самый быстрый больше быстрее его по моему никого у нас нету ну а дальше там уже идут кто там нас бы сейчас вспомнить бы эту всю таблицу ну я уже там молчу ребята про карайку они да они шустрые карайка потом хан он тоже быстрый но понимаешь дело в том что уровень у нас маленькие они как бы не подходят для топовых боев они там где-то на подхватике могут работать где-то в начале так скажем игры в начале вот арены но ближе к середине а уж тем более ближе к концу нет они там не пойдут вот например здесь команда до 79 уровень ребят ванька медленный шреддер но на шреддера надеяться я в плане того что ребята шреддер как тебе это объяснить он может повесить постепенно урон а может нет и уповаться и надеяться на то что все пройдет как нужно но здесь например очень хорошо получилось потому что на всех висит постепенно урон и шреддер грубо говоря здесь отыграл тем более смотри и ванька еще подключился я думал что ванька здесь но промедлит не выйдет у нас такой фокус чтобы мы сразу же вообще не надеялся что мы все сделаем первые ходы но как видишь получилось и мы друзья мои уже с вами в лиге мастеров три звезды сегодня что за день деле сегодня четверг если не ошибаюсь да и мы уже ребятушки в лиге мастеров три звезды я даже прощаю себе сегодняшние фейлы потому что но мы идем хорошо вот почему я бы даже сказал великолепно несмотря на то что и подбили у меня очень много персонажа сегодня но за счет того что мы выбились и быстренько сегодня дошли до лиги мастеров я конечно могу зайти в топчик но это ребята не обязательно потому что с него нас все равно скинут а тем более стоит хотя бы два денечка не поиграть к воскресенью ты заглядываешь и ты уже где находится правильно чуть ли не в лиге мастеров одна звезда это факт неоспоримый поэтому как бы надеяться на это такой себе ну что же у нас вещь у нас еще откатов не очень много как мне хотелось бы немножко их приберечь не распаляться на них по полной программе и в то же время как бы хотелось бы отыграть бойцов так а у нас подожди секунду у нас точно четверг а то ребят с этими рабочими сменами да тем более которые идут в разнобойку очень тяжело контролировать время да сегодня четверг у нас 11 июля понятно четверг 11 июля завтра опять на работу в ночь только уже то есть вот у меня один выходной сегодня ребят который нужно как-то потратить рационально очень много чего сделать и хочется и поиграть и нужно еще своих делов целую кучу переделать вот и хотелось бы еще и на втором канале сегодня видосик обязательно какой-нибудь записать но видишь время ограниченное такс раз два три ну когда ребят в команде армагон и как ты знаешь у нас маузеры на в принципе эти ребята вытаскивают вообще любой поединок почему ну потому что во первых они очень мощные во вторых ребята по скорости они довольно приличные довольно прилично то есть они всегда будут ходить первыми хотя если я не ошибаюсь если нам попадется в команде 79 уровня микеланджело то по-моему какой-то микеланджело из врагов может опередить армагона но не маузера по-моему так было было какой-то такой вот ребят сражение у нас где я надеялся думал что у нас все получится а меня там немножко так приезжали прижучили но я не могу просто вспомнить какую именно майки слушай но по-моему это стандартные микеланджело да по-моему это он вау 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 ты чё делаешь блин рей ну ты вау все слушай нам повезло нам повезло я ничем ребят нажал бы не на ту кнопку так скажем я хотел ну я думаю что ты понял что хотел я хотел естественно сделать массовую атаку а получилось я сделал укус и это могло бы сейчас кстати привести к плохим последствиям потому что но он выпустил ребят свой дрон который нанес много атаки так 40 позиция у нас 26 откатов за каждый поединок я трачу в данный момент два отката потому что мне нужно брать бойцов и соответственно отыгрываю своих слабых там у меня есть от концовки если ближе к началу брать там есть немножко помощнее персонажа 70 уровней можно в принципе и их тут осталось и не так что много поединков нам с вами отыграть получается так сколько у нас по позициям сейчас посмотрим грубо говоря берем десятку за раунд если 50 позиция то ну что я тебе скажу три поединка и мы все мы будем в топчики вот этот микеланджело по моему ребята давай проверим или этот или все таки ребят я ошибаюсь сейчас глянем возьму немножко посерьезнее парней если вдруг не так чтобы хотя бы выжить так первыми ходят маузеры если они если они ребята его у него ложат обычно они его роняют да они обычно его роняет но бывает к гурицы и на старуху проруха что бац и он не упал и по моему тогда он делает свой ход если он вешает на команду есть он вешает как-то сказать ну вот этот у ворот уклонение то фиг ты там по кому начнешь попадать несмотря на то что твои вроде бы кажется персонажа сотого уровня да и против 79 вроде бы есть как бы преимущество но ты просто тупо бьешь в воздух ты никогда не можешь попасть по ним не ты попадешь где-то с 3 4 хода но это уже будет на еще это будет твоей команды просто фарш они размотают здесь всех кого только можно и нельзя поэтому не ну конечно там армагон подключится ударит парочку там положит но остальная парочка как говорится всех бомба нет все друзья мои все как ты видишь у нас первая позиция в лиге мастеров это в принципе как бы наша основная задача на нет наша основная задача вообще зайти в лигу мастеров три звезды но когда ты берешь топчик то это как бы ну тебе такой небольшой бонус идет так ну что давай пройдем серию испытаний возьму кожеголового бакстера возьмем донни армагона наверно возьму и маузеров ну да принципе чё вот кстати ребята вот здесь почему-то противники 80 уровня я вот не могу понять почему на арене они также не могли сделать 80 уровне вот 79 и хоть ты там тресни в чем прикол без понятия так ну давай ракетами добьем не так-то все просто крип казалось бы такой ватник но на 80 уровне почему-то он здесь хорошо стоит так пицца лицей иди отсюда нормально мы его ушатали так ну что серия испытаний пройдено сейчас мы заберем здесь награды так сложные поединки легкие поединки так у нас 53 тысячи мутагена тогда на тыла у нас прокачан по скиллам в принципе тоже на 6 уровень так секунду 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 друзья мои леонардо видение по уровню качаем чуть-чуть не хватает да блин жаль был бы 70 уровень я бы стал бы прокачивать ему скиллы подожди а точно нельзя можно а почему я думал что на 6 уровень нужен 70 странно конечно ладно тогда давай здесь ребята чушь прокачиваем бочонок прокачали ну что 5 ч планшетов ищем тогда ну конечно же дадут тебе так один есть и это все так 2 ну второй ее просто не мне комикс какие-то впаривают здесь и все третий так 4 и последний давай пятый мне ну давай ну ну какие комиксы ну все так здесь блин 8 3d очков еще не легче но сейчас я тут да я за парик искать их сейчас 8 я еще даже одна так одни есть и сотовый телефон так это вторые только решечки у нас получается на все ребят пицца кончилась два два этих двое очков только нашел друзья мои офигеть так ну тут вроде бы все друзья войны испыталки еще не открыты у нас это откроется с пятницы уже да так надо здесь вот уже голову распитрушить вот эти вот 50 днк сейчас их так вот разбомблю а то что-то как-то они все стоят не по очереди скажем так там где должны быть сильные стоять они стоят где-то внизу только лишь из-за того что у них видели на руках карточки днк все ребятушки все на сегодня мы отыграли всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков удачи вам